Как часто нужно заниматься методом бутейка? Метод бутейка – это регулярная дыхательная практика. Я хочу повторить слово «регулярная». То есть это та практика, которую вы делаете не от случая к случаю, а это именно тот метод, который может привести вас к излечению от заболеваний либо уменьшению вашей симптоматики только в том случае, если вы его делаете ежедневно. Средний режим нагрузок в методе бутейка – 2 раза в день по полчаса. Мы обязательно делаем это утром для того, чтобы настроить наше дыхание на уменьшенное дыхание в течение дня. Очень часто все мои пациенты говорят о том, что подышал методом полчаса и еще какое-то время, около 2-3 часов, мы чувствуем дыхание уменьшенное. И мы это делаем вечером. Для чего? Вечером, чтобы настроить наш организм на уменьшенное дыхание в течение ночи. Плюс к этому мы добавляем от 1,5 до 2 часов режима уменьшенного дыхания в течение дня. То есть не отрываясь от ваших обычных дел. Я сказала, что режим нагрузок средний, который я называю. В любом случае режим нагрузок назначает сам методист. У меня в практике были случаи, когда женщине я назначила режим коротких тренировок от 5 до 15 минут ежедневно, 2 раза в день. И при таких коротких тренировках, тем не менее, у нее уменьшилась симптоматика вплоть до исчезновения некоторых симптомов. А основные симптомы были у нее боль в сердце. То есть за такие короткие тренировки, но выполняемые регулярно 2 раза в день, женщина уменьшила и практически полностью убрала сердечную боль. В данном случае, выполняя режим тренировок, очень важно пользоваться принципом «не навреди». В этой связи я хотела бы зачитать методическую инструкцию Константина Павловича Бутейко. Я в руках держу оригинальную методическую инструкцию, которая была издана под руководством самого автора в нашей Украинской народной академии спирокультуры Бутейко, главным врачом которой я являлась. И в этой инструкции написано «Если больной выведен из тяжелого состояния и приступы болезни прекратились, интенсивность и количество тренировок можно уменьшить». Вот послушайте, можно уменьшить. Практически все пациенты стремятся к очень быстрому выздоровлению, то есть стало легче, и они хотят стать здоровыми быстро. Константин Павлович пишет, что количество тренировок можно уменьшить, потому что в принципе надо торопиться уменьшать глубину дыхания только в первый период, чтобы спасти больного, остановить болезнь и прекратить разрушительное действие глубокого дыхания на организм. А дальше, теперь слушайте внимательно, дальше. Чем медленнее идет нормализация дыхания, тем больше времени у организма перестроить обычные процессы, тем менее ярко проявляются реакции очищения. Вот почему нельзя быстро перестраиваться, давать интенсивную нагрузку. Потому что реакции очищения, которые могут сопровождаться обострением основного заболевания, могут проявляться очень ярко, и нам это не нужно. То есть следует соблюдать принцип «от добра добра не ищут». Если состояние лучше, тренироваться следует меньше. Услышали, да? Состояние лучше, тренироваться следует меньше. Хуже – больше. Но больные, как правило, делают наоборот. Быстро ликвидировав симптомы болезни, начинают всеми силами активизировать тренировки, вызывая тем самым преждевременные реакции перестройки, которые требуют постоянного контроля опытного врача-методиста. Да, то есть я стараюсь часто обращаться к этой методической инструкции для того, чтобы не отступать от оригинала. Меня люди спрашивают, можно ли эту методическую инструкцию в печатном виде приобрести. Я говорю всегда «нет», потому что у меня остались считанные экземпляры и все методические инструктивные материалы я пересылаю своим пациентам в электронном виде. Продолжение следует...